всем привет добрым утром 17 апреля понедельник начало новой торговой недели давайте посмотрим чего ожидать от движения инструментов на сегодняшний день так евро доллар вот был наш контрольный минимум который мы не перебили принципе о ходе покупки продажи вернее пока говорит рано шарфовая тенденция у нас не закончена первая цель обновления минимума от 10 апреля дальняя цель это у нас наша сона с котировками 104 66 какие варианты кода мы рассматриваем вариант номер один вот это км ждем его пробоя и на откате если у нас будет нормальное соотношение будем там 1 к 3 хотя бы будем пытаться войти в продажу вариант номер два что мы все таки вот этот хай еще обновим и тогда наш км будет выглядеть следующим образом либо вот этот км либо какая-либо точка которая образуется у нас в данном месте если образуется такой паттерн работаем от вновь образованного км уже с новыми целями первая цель опять же вернее с целями теми же но уже соотношение будет лучше обновление этого минимума и 1 0 466 то есть вот это будет наш второй вариант работы по евро-доллару все следующий это у нас фунт доллар ситуация в принципе точно такая же ничем не изменилась вот эта точка вот этот минимум у нас является км поэтому пытаемся работать вот в таком формате перебой км только на откате входить в продажу первая цель минимум от 10 апреля дальняя цель 12231 что здесь немножко нас должно напрягать то что возможно вот это все был импульс а вот эта коррекция и в этой коррекции у нас был от км который мы перебили в четверг поэтому возможно что вся эта коррекция закончилась и вот это движение было первым импульсом нового движения наверх на откате есть возможность того что будем работать наверх пока этого не происходит потому что нет закрепления выше чем 12577 если мы сегодня завтра закрепимся выше то будем уже рассматривать шортовую ситуацию разобработать в лонг целями обновления вот этого хая и новые цели у нас здесь появится зона на сегодня без вариантов пытаемся работать только в шорт еще раз либо вот через это км вот так либо вариант 2 что у нас образуется новый км возможно вот эта точка возможно здесь что-то новое нарисуется поэтому будем работать в продаже уже отсюда все два варианта которые рассматриваем по фунту австралиец австралиец у нас смена тенденции произошла в четверг до долгосрочно повторюсь мы находимся импульс возможно коллекция импульс пойдем отрабатывать обновление этого минимума и новые зоны которые здесь образуются но краткосрочно среднесрочно у нас вот это импульс это была коррекция вот этот хай мы не обновили те кто вот здесь вошли в позицию в пятницу хотя этого делать лично не советовал сам не входил но тем не менее паттерн здесь был если вот это все рассматривать вот у нас км кат перебой вот была идеальная точка входа на покупку после рецепта зоны 1 4 цели у нас сейчас кто находится в позиции держать это обновление хая четверга и дальняя цель 076 23 кто не в позиции до сих пор входить сейчас как бы достаточно глупо находимся на хаях всего вот этого восходящего движения я бы посмотрел либо после обновления этого хая строить новые зоны либо если мы будем выбивать эти стопы возможно даже отрабатывать одну вторую ну то и ждать либо чего-то такого и работать вверх либо второй вариант все-таки дожидаться отбоя от 1 2 точно так же работать вверх то есть на сегодня вот эти два варианта работы я рассматриваю возможно повторюсь будет обновление хая от него будут новые зоны если мы еще не дойдем до наших дальних целей будут новые зоны от которых точно так же будем работать в течение дня в группе skype из такие моменты появятся обязательно буду выкладывать новозеландец зону которую мы строили от этого хая мы не протестировали точки входа у нас никакой не могло быть даже в четверг сегодня новый хай соответственно новые зоны чуть пошире варианты работы от 1 4 ложный пробой и вверх цель первое обновление хая дальняя цель 070 49 и вариант номер 2 менее надежный но более перспективный с точки зрения соотношения стопа акта и профиля это работать от зоны 1 2 котировочки давайте посмотрим это 0 6962 и котировки 1 4 у нас 0 69972 почему менее надежный вот этот вариант опять же чисто по технике если смотреть то у нас вот эта точка является контрольным минимумом вот этого восходящего движения и если мы будем тестировать одну вторую это значит мы сломали возможно сломали всю вот эту восходящую волну и поэтому можем сработать перебивка м на откате вниз цельными обновления вот этого лоя и новые зоны которые здесь будут опять же на сегодня пока мы это не предусматриваем но в голове держим что возможно это будет ближайший рынок пока на сегодня вот два варианта работы канадец плохо что у нас не было никакого контрольного минимума при движении в четверг поэтому трудно найти здесь точку входа будем надеяться на то что еще появится км то есть мы вот этот хайм можем обновить тогда конечно нам будет удобно войти в продажу то есть вот такой вариант работы некрасивый достаточно большой стоп но тем не менее можно попытаться опять же более рискованный вход конечно у нас вот здесь все вот это возможно первая тройка нового импульсного движения на откате на откате выбрать более-менее подходящее соотношение пунктов 20 стоп первая цель 90 если будет вот такой откат конечно я сделаю чуть поменьше риски если чисто вот по этой формации работать но тем не менее попытаться сработать вот так с первыми целями обновления минимума от 13 апреля дальняя цель 1 3137 в принципе неплохое соотношение поэтому поработать можно по канадцу в принципе все рассмотрели ситуация только шахтовая пока доллар иена ситуация также только шок минимум пятницы четверга мы перебили соответственно от нового минимума мы строим новые зоны котировки этих зон сразу посмотрим это 1 0 8 90 и далее 1 0 9 69 предпочтительней конечно работать от нижней зоны от нижней 1 4 скажем так здесь искать ложный пробой цель обновления сегодняшнего лоя дальняя цель 107 32 менее надежно с точки зрения того что у нас вот искаем вот этой последней нисходящей волны но тем не менее тенденция повторюсь пока шартовая поэтому вот этот вариант также рассматриваем он менее надежен но соотношение стопа к тейку гораздо лучше здесь мы можем спокойно 50 на на 150 первая цель 1 к 3 он дальняя цель 1 к 5 спокойно сработать вот в таком формате доллар иена все швейцарец ничего абсолютно не поменялось четверга не обновили не лой не хай вот этот последний не крем не пробили скажем так лично я буду ждать наверное какого-то вот такого движения для того чтобы вот эта точка у нас была контрольным максимумом это вариант работы номер один и вариант работы номер два это все-таки тест зоны 1 и 2 здесь нам ничего не мешает поэтому принципе сработать давайте покороче каким-то вот таким образом было бы также очень неплохо соотношение гораздо будет лучше первая цель обновления хая 10 апреля дальняя цель 1 0 2 10 котировки нижней границы зоны 0 99 74 место самое оптимальное место для покупок доллар против шведской кроны среднесрочная шартовая ситуация вот это все импульс это все коррекция работаем направлении среднесрочного импульса вниз целями обновления этого лоя и дальняя цель 8 8653 где у нас здесь есть опять же все это с утолка пятницы непонятно было бы очень красиво если мы сходили и нарисовали что-то такое если такое нарисуется естественно буду пытаться работать так очень короткий стоп хорошая потенциальная можем конечно просто обвалиться вниз тогда к сожалению точки входа нашей системе нет и входить не буду до единственный вариант по которым буду работать ну либо вот это в брать за км вот так можно попытаться если вот этот хай обновим на откате давайте вот такой вариант работы по сону вариант 2 либо ждем обновления этого лоя после перебоя вот этого хая либо 2 варианта нарисуется поэтому инструмент также все евро против фунта новый лой соответственно новая зона сегодня цели дали отработали все вот эти дальние покупки продажу кого там если сделки висели фиксиру фиксировать вот здесь как минимум 90 процентов необходимо возможно даже все сейчас после того как мы отработали эти цели у нас появились новые цели внизу 0 8354 это первая среднесрочная цель краткосрочная новая цель это обновление того лоя который появился сейчас варианты работы от 1 4 1 1 2 вариант работы 2 котировочки 0 85 14 0 85 68 в этих местах пытаемся найти какие-либо точки какие-либо паттерны на продажу евро против иены она аналогичная ситуация как евро фонд ой обновили но целей пока не достигли поэтому падение евро в среднесрочной перспективе да по многим инструментам у нас конечно пока более перспективную вероятность гораздо выше чем то что мы пойдем расти но тем не менее чем выше мы зайдем тем более выгодную цену на продажу мы получим первая цель обновление лоя и это же зона сто четырнадцать шестьдесят восемь она уже очень близка поэтому можно поставить новые дальние цели это сто тринадцать ноль четыре если здесь ходить фиксировать часть в этой области и часть держать уже до нашей следующей зоны мы второй вариант конечно это работать от 1 2 возможно сложным пробоем не только 1 2 но и всей этой зоны но тем не менее этот вариант также имеет право на жизнь это вот таким форматом 116 49 это котировочка верхней зоны будем пытаться искать продаж фунт йена долгий тегун вниз тегун продолжается минимум обновляем новых точек входа не дает входить на самом лайф продажи достаточно глупо нам необходимо искать какой-либо откат оптимальный откат зона 1 4 либо зона 1 2 сейчас котировочки это сто тридцать семь четырнадцать сто тридцать восемь шестьдесят три цели сто тридцать три шестьдесят восемь и вновь образовавшийся минимум если дает такой откат вот они наши два варианта работа по этому инструменту все евро ауди точно так же евро чуть-чуть припустился новые минимумы новые зоны котировки сразу же 1 40 65 1 40 1 49 цели 1 38 81 первая цель обновления этого года необходимо дождаться коррекции к 1 4 либо к 1 2 и искать паттерны на продажу в ранее указанных областях вот вариант работы по аудиен и здесь не обновили минимум те сделки у кого в чате писали все-таки схватили здесь до без убыток на по пятницу по той ситуации которая была в пятницу выставляли без убыток ничего передвигать его не думаю не надо либо без убыток либо цель новых сделал пока нет вариант когда все-таки буду входить сделки с теми же целями которые у нас были это 8163 то есть если мы перебиваем вот этот хай и рисуем новый явный км тогда в этой области где-то пытаться входить на продажу цели обновления лоя и котировочку 8163 если этого не произойдет то соответственно все сделки которые открывались вечером четверг у кого-то схватилось даже котировки позволили либо утро пятницу необходимо держать сидеть и дергаться пока не надо аудиена оставить ауди новозеландец что тут нарисовала в пятницу непонятно но тенденция тем не менее поменялась на шорт также работаем пока нашел это импульс это пока все еще коллекция находимся внутри коррекционного движения первая цель близко нашей второй целью поэтому если где-то здесь ходить продажи необходимо держать до 1 07 55 можно обозначить вторую срочную цель это у нас 06 50 каким образом будем пытаться войти в продажу ну если эту точку взять за км опять же там импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция эту свечку пропускаем тогда ждем обновления хая возможно еще какой-то км вот вариант работы на сегодня размашист акрила коса но тем не менее это и единственный правильный вариант по работе новых сделок ну вернее старых сделок у меня не было новая сделка вот один единственный вариант либо после того как достигнем первой цели искать новый откат и уже входить с новыми точками входа с новыми зонами дальним целям 106 50 пока все золото золото хай обновили гопанули немножко сейчас от этого хая соответственно новые зоны цели у нас остается те же что о чем мы говорили пятницу утром это 13.06 ровно 1227 ровно здесь котировочки у нас откуда ищем точки входа 1284 98 1274 48 варианты работы либо от 1 4 вверх с поиском ложного пробоя в данном месте либо от 1 2 также вверх поиском ложного пробоя также в данном месте цели первое уже обновление хая и вторую цель назвал в принципе все спасибо всем сегодня вечером попытаемся разобраться абсолютно по всем сделкам которые были на прошлой неделе все подробно разберем и ответим на ваши вопросы готовьте вопросы 8 часов вечера по москве встречаемся на канале всем спасибо всем пока